Приправы и пряности очень похожие понятия, которые часто путают даже опытные хозяйки. Сегодня попробуем в этом разобраться, а также расскажем о правилах их употребления. Начнем с приправ. Это усилители вкуса пищи растительного, животного или искусственного происхождения. Обладают приятным запахом. К ним относятся готовые жидкие соусы. Также сюда можно отнести соль, сахар, лимонную кислоту, соду и другие порошковые смеси. При употреблении их рекомендуется следовать следующим правилам. Кисломолочные приправы, например, сметана и многие другие, применяются к овощным и тестяным блюдам. Кислорастительные приправы, вроде кетчупа, к мясным. Солено-растительные, допустим, маслины, к рыбным. Что же касается пряностей, их вводят в блюдо для придания ему ароматического оттенка и усиления вкуса в целом. Использовать их нужно крайне осторожно. Поговорим о некоторых подробнее. Лавровый лист обладает слабым запахом и горьковатым вкусом. Нормы в зависимости от той или иной кухни в среднем составляют от одного до четырех листочков на блюдо. Укроп в средние века в Европе считался не только пряным, но и декоративным растением. В кулинарии применяют свежий и сушеный. Сухой молотый отлично сочетается со всеми овощами, а также подходят для добавления в супы. Обращаться с кардамоном нужно предельно осторожно. Это сильная пряность. В супы кладут целые зернышки, в кофе молотые. Свойство базилика высоко ценится в кулинарии, так как это растение делает блюда полезными и придает им пикантный пряный вкус. Подходит практически для всего. Сушеный часто добавляют к салатам, также готовят полезные травяные чаи. Розмарин в кулинарии используется очень широко. Свежие и сушеные листья играют роль отдушки в блюдах из мяса и птицы, придают им изысканный аромат. Главное не передозировать, чтобы не горчило. Можно добавлять и в супы. Очень хорошо сочетается с петрушкой, но никогда не употребляется вместе с лавровым листом. Травы можно добавлять в конце готовки для достижения более отчетливого вкуса или вначале, чтобы вкусы были более смешанными. Хранить пряности следует в герметичных стеклянных банках вместе с защищенным от сырости и дневного света. Это все рекомендации на сегодня. Удачи в домашних делах!